Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» о главных новостях Чуваши прямо сейчас в студии Татьяны Молокова. Смотрите сегодня. Крыша поехала, а смета не готова. Почему ремонт школ в регионе задерживается, а наказывать никого не собираются? Лучшая защита – это нападение. Бизнесмены, обвинявшие журналистов во лжи, сами пойдут под суд. Что можно украсть на голых камнях? Российское аниме из российского линолеума. Чему можно научиться? Начинаем выпуск с экстренного сообщения. В Ночебоксарске горит жилой дом. Эти кадры мы получаем от очевидцев. Вот что нам по телефону рассказала жительница одной из многоэтажек по соседству. Она с балкона наблюдает за происходящим. Кусок крыши обвалился. Видимо, деревянные балки постепенно этот не выдерживают. Шифер валится. Судя по звуку, шифер еще и лопается от температуры. Пожарная машина сейчас подъехала только пока одна, но, судя по звуку, подъезжает еще. В региональном МЧС нашей редакции сообщили, что звонок на пульт оперативного дежурного по городу поступил в 17 часов 48 минут. Сейчас уже завершена эвакуация жильцов с верхних этажей горящего здания. На кадрах видно, что упали несколько вентилекционных труб. Последняя из утелевших покосилась. На месте ЧП работает съемочная группа Республики. Нелли Юрявичус оказалась на месте событий. Это ее первое журналистское задание. Она очень волнуется и вот что передает. Мы находимся в Новочебоксарске по улице Саревка 4. Здесь горит желая 5-этаж. Вот даже сейчас видно, что идет огонь, струбы. Как минимум три пожарные машины. Тут очень много полиции, МЧС. Даже сказали, что один МЧС не попал в обора, когда выходил в дом. Люди еще не знают, что произошло. Никто не хочет говорить, все плачут. Очень много людей и очень страшно. И много дыма. Пожарные тушили уже с той стороны дома, но дым и все-таки скоро огонь идет. И да, там очень сильный пожар. Огонь до ранее был. И пока не ясно, в чем проблема и что случилось. К этой минуте нет данных о пострадавших и о причинах возгорания. К этой теме мы еще вернемся. А пока продолжаем выпуск. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Смете капитального ремонта школ порой возникают непредвиденные расходы. В итоге подрядчик хочет, но не может провести необходимые работы. А школа хочет, но не может их оплатить. Сегодня вице-премьером правительства Чуваши Алле Салаевой и Михаилу Ноздрякову показали школы, где возникли неожиданные трудности с ремонтом и появилась вероятность того, что работы не будут сданы в срок. При этом вины строителей нет. Набившая оскомину вопрос, кто виноват и что делать, репортеры программы «Республика» задали строителям и министрам. 27-я школа в Чебоксарах. Здесь учат детей уже 62 года. Когда был последний капитальный ремонт, никто и не помнит. Директор говорит, подмазывали и подкрашивали кое-где. В итоге здание изрядно обветшало. Новые образовательные стандарты, электронные дневники и интерактивные доски как-то не вписывались в классы с плесенью по углам, обваливающейся штукатуркой и без вентиляции. Здесь не было ни вентиляции, ни в соответствии пожарных требований. Когда в 27-е взялись чинить вентиляцию, выяснилось, что прогнила крыша. 100% обрешетку надо сделать. Процентов 25-30, как мы уже сами индивидуально прошли, стропили систему менять. Бурлата менять надо. Там все же гнилая крыша попала в категорию скрытых дефектов. Собственно, в первоначальную смету работы по ее замене не попали. Надо делать новую. В итоге подрядчик готов взяться за работы, но проект еще не готов. Он делается месяц-полтора, и средства не предусмотрены. Вот эти доп. работы, которые подрядчику волнует. Понятно, что такой суммы никогда не было. Мы благодарны за это решение с руководством школы, правительству. Но подрядчик, он боится выполнять эти работы. Нам на слово верят, да, как бы опыт есть. Они уже в городе работают, несколько объектов. Мы от себя говорим, что да, мы заплатим. Но он просит нас подписать доп. соглашение на эти виды работ. Доп. соглашение не можем подписать, потому что нет дополнительных лимитов. Ну то есть в этом вопрос. Ну что, процедура известная. Уже решено. Звонок 1 сентября для учеников этой школы, как и еще одной, 30-й, раздастся в соседний, номер 23. Она через дорогу. Вернуться в родные классы можно будет 1 ноября. Подрядчик обязуется к этой дате завершить ремонт. Учителя, ученики и родители готовы подождать. Очень долгожданный ремонт для этой школы, потому что школе 55 лет. То есть, конечно, здесь нужно было заменить абсолютно все. Это уже 30-я школа. Здесь тоже ремонт, тоже непредвиденные расходы, вне утвержденной сметы. В труху превратились перекрытия и опалубка. Парадный вход грозил обвалиться. Если уж мы делаем капитальный ремонт, все было сделано с точки зрения соблюдения всех требований и безопасности, и санитарных норм, чтобы уже там и дети учились в хороших условиях. Поэтому все, что необходимо, так сказать, по требованиям и то, что не было учтено проектами, безусловно, это надо делать. После капитального ремонта на 20 лет можно забыть о протекающей крыше и искрящей проводке. Пока что директор и учителя признаются. Не верят, что можно будет думать только об уроках и детях. У нас готов план на все пять лет. Каждый муниципалитет проанализирован. Все средства, даже приблизительно, просчитаны. И мы знаем, сколько, какие школы, садики будут планироваться муниципалитетом по этой же программе ремонтироваться в 22-м, в 23-м. В Чувашии сейчас ремонтируют 42 школы и 28 садиков. Все по единому стандарту, энергоэффективности, благоустройства, территории с игровыми и спортивными площадками. При этом о типовой застройке «все на одно лицо» речь не идет. В июне о капитальном ремонте учебных заведений в масштабах всей страны заявил президент Владимир Путин. В Чувашии работы стартовали на год раньше. Ольга Алексеева, Бахтияр, Велиев, Республика. Глава Чувашии Олег Николаев поручил усилить контроль за деятельностью. Об этом стало известно сегодня на заседании регионального Кабмина. При этом актуальным остается вопрос модернизации теплосетей в условиях большой кредитной и долговой нагрузки. Часть затрат на газоснабжение и электроэнергию муниципальных теплоснабжающих организаций компенсируют за счет республиканского бюджета. Мера вынуждена и связана с необходимостью погашения все растущих долгов предприятий. Основная причина задолженности – наличие убытков, связанных с сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии, которой не может быть учтено при осуществлении государственного регулирования тарифов. В результате предприятий, которые могут рассчитывать на субсидии, две теплоснабжающих организации в городе Шумерля, по одной в Красноармейском и Ядринском районах, в городе Чебоксары и АллатРи. По предварительным данным на эти цели выделят почти 113 миллионов рублей. Главный праздник года для тех, кто в битве за урожай. Сегодня республика отмечает День поля. Торжества на десятках площадках в районах. Центр событий в Цивильском районе на опытном поле Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Ради чего прервали уборочную. Инесса Потапова с подробностями. На праздник приехали руководители сельскохозяйственных предприятий, аграрии, да и просто любители огородничества. Два дня плодово-ягодного счастья. На самом деле выставочные стенды с тракторами и сенокосилками, черенками и удобрениями не просто ярмарка тщеславия в ДНХ, выставка достижений народного хозяйства, а титанический труд сотен людей. На этой площадке как раз можно поделиться опытом, посмотреть на делянки. И на этой площадке есть у каждого руководителя, фермера подойти, проконсультироваться. И также проходят круглые столы. Сегодня как раз в преддверии выхода предприятий аграрной отрасли на уборочные работы мы в Севильске, традиционно в Севильском районе проводим День поля, где представлены все в основном производители техники, производители химии, удобрений, научные организации и так далее. За круглым столом серьезный разговор о сельскохозяйственных культурах на Чувашской земле. Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства, Республикой и Объединенной зерновой компанией. Обсудили с экспертами и вопрос приобретения сельскохозяйственного оборудования в условиях тотального взаимопревращения. Настоящий карт-баланш российским производителям. Мы с вами все чувствуем и радуемся тому, что те меры поддержки, которые были запущены в прошлом году, а это возмещение части затрат на приобретение оборудования, техники, скажем так, возымели такое хорошее действие, что у нас существенно обновилась парк техники. Парк техники разного назначения. И это нам позволяет с вами достаточно оперативно реагировать, в том числе на погодные условия. В этом году мы фиксируем, что темпы приобретения техники, они идут нарастающими темпами. Денежные средства в бюджете, которые были выделены на эти цели, как доложил Сергей Геннадьевич, они уже закончились. И поэтому мы приняли решение, часть гранта правительства Российской Федерации, которые выделены Чувашской Республике за деятельность Кабинета Министров в 2020 году. А напомню, эта сумма составляет 455 миллионов рублей. Из этой суммы 250 миллионов рублей мы приняли решение направить дополнительно на такую форму поддержки. Два дня на серьезные разговоры о самом важном для аграрного региона. Уже в пятницу снова в поле, снова в битву за урожай. Нелли Юрявичус, Андрей Шоклев, Республика, Сивильский район. В Чебоксары сегодня приехал лидер общероссийской партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Репортером программы «Республика» он рассказал о программе, с которой политическая сила идет на выборы в Государственную Думу 8-го созыва. «Новые люди» партия новая, но уже заслужившая доверие избирателей. С момента создания прошел всего год, при этом по стране уже активно работают более 70 отделений. Как признался лидер движения, ставка сделана на новые лица и решения, свежие идеи и подходы. У нас не только 70 отделений, мы еще открыли около 600 штабов избирательных и по всей России больше 2000 политических отрядов, которые собирают активистов, которые делают жизнь на своей родине лучше, обустраивают страну уже сейчас, не дожидаясь никаких выборов. Создать механизм, позволяющий поддерживать и развивать инициативы, исходящие из регионов, а не продиктованные федеральным центром, – основная миссия партии. Она выполнимо, утверждает Алексей Нечаев, и сможет остановить отток талантливой молодежи из малых городов страны. Для этого мы придумали такой закон о первом рабочем месте, когда работодатель получил бы льготу, ну, например, на год. Если он берет на работу студента, только что выпускника вуза, то получает возможность, там, ну, небольшую поддержку по налогам. Просто не платит за него, там, фонды соцстраха. И это бы дало возможность людям устраиваться, потому что часто не берут на работу тех, у кого нет опыта работы. А пока у тебя нет опыта работы, тебя и на работу не берут. Такой получается замкнутый круг. Такой закон позволил бы разорвать вот этот дурной круг замкнутый. Сегодня партия начала процедуру выдвижения кандидатов в Госдуму. Кроме того, планирует создать фракции в более чем 30 региональных законодательных собраниях. В Чувашии новые люди претендуют на кресло в Госсовете. У нас есть три таких больших пакета инициатив. Первый связанный с таким, с новым федерализмом. Надо не только дать ответственность в регионы, надо дать больше полномочий и больше денег. Плохо, когда сейчас все деньги уходят в Москву. Еще недавно 75% денег, которые заработаны в регионе, в регионе оставались. Сейчас остается четверть. Это неправильно. Сыграет ли ставка на новые лица в политике, станет ясно уже в сентябре. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Рифат Фадкулин, Николай Скворцов, Республика. Министерство цифрового развития информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии и акционерное общество ТАТ-Медиа подписали соглашение о сотрудничестве. Также журналисты, пишущие на чувашском языке в Татарстане, будут приезжать в Чебоксары на языковые курсы, что позволит существенно повысить качество публикаций, как в печатных СМИ, так и на телевидении и радио. ТАТ-Медиа – лидер рынка в Республике Татарстан. Это редакция печатных СМИ, теле, радиокомпании, информационное агентство и полиграфический издательский комплекс. Согласно подписанному меморандуму, у наших регионов появится возможность обмениваться не только накопленным опытом, но и контентом, в том числе видео. Коллеги дают нам контент для размещения в наших изданиях, которые издаются на татарском языке. Мы, соответственно, поставляем контент, который издается в четырех изданиях в Татарстане. Совместное обучение, которое мы готовы проводить. То есть журналисты ТАТ-Медиа хотели бы лучше узнать чувашский язык, поэтому мы будем готовить для них специально обученных людей, которые приедут в Татарстан и обучат правильности чувашского языка. В последнее время мы сильно много изучаем опыт наших коллег в разных регионах России. Мы были в Москве, Петербурге, и, конечно, в первую очередь решили с нашими соседями познакомиться, потому что у каждого есть свой уникальный опыт в разных направлениях. И то, что мы услышали сегодня, тоже нас очень сильно удивило. Много интересных проектов, которые мы можем себе тоже реализовать. И, со своей стороны, мы готовы нашим коллегам тоже поделиться помощью. В нашей республике ожидается нечто подобное, наверное, схожее, а стать медиа в чем-то. Ну, мы к этому стремимся, да, в том числе к такой организационно-правовой форме и возможности участвовать в разных федеральных грантах. Ну, мы это и так делаем, да, но просто с помощью одного предприятия можно гораздо оптимизировать, в том числе, управленческую модель и распространить больше на разные среды вещания. При этом стало известно, что планируется создать медиахолдинг в Чувашии. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала глава Минцифры Кристина Майнина. Лучшая защита – это нападение. Бизнесмены, пытавшиеся обвинить журналистов и НТРК, чувашие во лжи, предстанут перед судом. Все факты, изложенные в сюжете, который вышел в эфир на нашем канале еще 15 апреля, получили подтверждение. И республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителей фирмы, которая в 2019 году заключила шесть муниципальных контрактов на ремонт грунтовых дорог. В конкурсной документации были прописаны технические требования, в том числе марка щебня, который должен был быть использован при проведении работ. Бизнесмены закупили более дешевые материалы и подделали акты о приемке и справке о стоимости, что было доказано в ходе оперативно-следственных мероприятий. В итоге сельским поселениям был причинен ущерб на сумму 3,5 миллиона рублей. Жизнь, как в кино, закончилась для горожан в Морпосаде. После 10 лет уговоров, просьб и жалоб местные власти нашли деньги на ремонт моста через овраг. Ифат Фаткулин проверил новую переправу и выяснил, почему местные мост по-прежнему называют лестницей. Еще месяц назад в Мариинском посаде можно было стимать приключенское кино в духе Индианы Джонса. Вот так выглядел мост через овраг. По ту сторону продуктовый магазин, детский сад и школа. По эту люди не готовы каждый день отправляться на поиски священного Граля или утраченного ковчега. Удобно очень лестницей идти, удобно. Вывалившиеся опоры и прогнившие балки. Только когда угроза обрушения конструкции стала слишком очевидной, было принято решение о начале ремонта. Теперь переправа выглядит вот так. Радость людям, гордость местных чиновников. Здесь вообще не было, можно сказать, ступенек. И ни лестниц, ни перил вообще не было. Они через раз, то вообще через три. В моей месте жители этого микрорайона обратились в городскую администрацию. И нами было принято решение совместно депутатами выделить денежные средства. Обновленная переправа длиннее и шире прежнего, в разы надежнее, в отличие от старой с железными перилами. Все шаталось кое-как. Очень надо было осторожно. Бывало, что и падали. А сейчас, если посмотреть, лестница идеальная просто. Даже есть где посидеть старым людям. На ремонт ушло полмиллиона рублей из городского бюджета. К осени собираются еще и поставить мачто освещения. Рефат Фаткулин, Георгий Кривошейн, Республика. Началось голосование за звание почетных гражданин города Чебоксары. В этом году претендентов семеро. Руководитель фольклорного ансамбля Уяв Зинаида Козлова, художник Праски Вити, бывший директор лицея номер 3 Ираида Полбенникова, главный федеральный инспектор Почуваши Геннадий Федоров, тренер спортшколы энергии Анатолий Финагентов и другие. Итоги голосования в день города 15 августа. Звание почетных гражданин дает право на ежемесячную денежную выплату, бесплатное получение медицинских услуг, на бесплатный проезд на всех видов городского общественного транспорта в Чебоксарах и другие льготы. В Центре современного искусства прошел творческий мастер-класс по алиногравюре. О том, как создавать шедевры с помощью куска линолеума, который обычно идет на выброс после ремонта, Неля Юрявичус разузнала. Казалось бы, что можно сделать из обычного куска линолеума? Ответ есть. Произведение искусства. Именно это и старается донести до людей Владимир Бамбурин, организатор специализированных мастер-классов. Инструменты обычные, штихеля, они вот так выглядят. Они с грибковидной ручкой. Немножко отличаются от обычных стамесок для резьбы по дереву. Можно сказать, они более точнее делают резк за счет того, что они коротенькие и ими удобно управлять. На мастер-класс граверы приносят уже готовые оттиски. Их изготовление – настоящее таинство. Кропотливый многочасовой труд. Миллиметр за миллиметром. Без права на ошибку. Чуть дрогнет рука, и краска расплывется, и не отстираешь. Краска используется тоже не всякая, а специальная. То есть тут есть для линогравюры специальная лина. И овсетная краска тоже для печати. Разница в чем? То есть если вот это вы сможете отмыть, мы ее обычно на мастер-классах используем, то есть если она даже попала на одежду, засохла, то впоследствии водой просто смывается, даже засохшей. То вот это вы вряд ли отмоете. То есть тут у нас идет на масляной основе, и достаточно трудно отмывается, но очень хорошо печатается. Если все сделать правильно, и одежда останется чистой, и картинка будет четкой. Настоящее чудо превращения стройматериала в открытку с любимым героем из мультика. На уроке и дети, и взрослые. Увидели в соцсетях рекламу, и клюнули на аниме, что можно сделать на мастер-классе, оттиск с персонажами аниме. Мы с ребенком очень любим смотреть такие мультики. Мне очень понравилось. У нас, как видите, получилось довольно-таки интересные персонажи. Здесь изображен алхимик, а здесь какаши из мультика Наруто, из аниме. Но это самые любимые персонажи, которые оказались на мастер-классе. Любимый персонаж Ксении – герой аниме, не самый прилежный ученик, который все-таки пытается каждый раз узнавать что-то новое. В этом они оказались так похожи. Нелли Юряевчес, Юрий Марков, Республика. Глава Чуваши в формате видеоконференц-связи пообщался со спортсменами, которые вошли в состав Олимпийской сборной страны и через 9 дней представят Россию на играх в Токио. Это мастера спорта международного класса по спортивной гимнастике Владислав Поляшов и Елена Герасимова, пригунья с шестом Анжелика Сидорова и борец вольного стиля Сергей Козырев. Хочу всех поблагодарить, кто представлен в Олимпийской сборной стране. Имена этих спортсменов хорошо известны. Они не раз завоевывали право представлять Чувашую страну на самых престижных турнирах. Олимпийские игры для них впервые, кроме Владислава Поляшова. Он уже во второй раз пытается получить золото главных стартов в жизни. Мы радуемся за каждого из вас и желаем успехов. И безмерно будем горды любому результату, который вы продемонстрируете, потому что сам факт того, что вы участвуете в этих играх, это для нас большое достижение. Но, конечно же, хочется всегда большего. Большего, и мы в это верим. И просто верим, будем за каждого из вас болеть, держать кулачки, сжимать, скрещивать пальцы. Это главные новости Чувашии к этому часу. Впереди репортажи об участниках выставки «День поля» в Цивильском районе. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин